Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян Это совершенно очевидная реальность, начиная с этой осени Поэтому я просто политолог, кандидат политических наук Жил я без этих регалий и буду жить дальше Лично для меня, уважаемый Дмитрий Геннадьевич, вы навсегда профессор Как бы там чего не было Потому что вы настолько соответствуете этой своей вывеске Которую вы сами же себе и сделали на телеграм-канале Что дело здесь не в официозе, не в официальных каких-то признаниях Потому что что-то в вас есть от такого классического Ну вот нашего русского профессора, такого настоящего И думаю, что это вы не случайно, не случайно это все выбрали Даже знаете, какие-то и с профессором Преображенским тоже есть параллели Я, кстати, хочу сказать радиослушателям Вести и ФМ Что мы рады вас приветствовать Этот час мы с Дмитрием Геннадьевичем проведем вместе с вами А также нас можно смотреть в телепакете на бывших частотах канала Евроньюз А также в интернете, телеграмме, телеграм-канал Соловьев Легко включиться Ну и не забывайте подписываться на телеграм-профессор смотрит в мир Это Дмитрий Геннадьевич Евстафьев И телеграм-канал ДТ, ДКуликов Т. Сергейцев Мой и Тимофея Сергейцева, телеграм-канал Дмитрий Геннадьевич, вам слово, о чем хотели бы поговорить За прошедшую неделю и на сегодня Я хотел бы начать вот то, что вы обсуждали в конце Мы ничего пока особо не знаем про ситуацию в Брянске Но я хотел бы, знаете, мы все очень эмоциональные люди И в ситуации такого действительно общественного напряжения И общественной консолидации, что тут говорить Вокруг специальной военной операции под анонсификацией Украины Мы имеем такую, знаете, тенденцию взрывной эмоциональности Я вот сейчас одну вещь скажу совершенно не связанную с Брянском Но связанную с Брянском Мы должны для себя выбрать Вот мы ведем пиар-войну Вот мы ведем войну Вот как бы мы все там делаем ради пиара Да? Вот, значит, действительно, вот правильно Ольга и Армен Сумбач Сказали там вот со спецэффектами Вот вы посмотрите, как воюют киевский режим Ну это же на 90% пиар-война Да, у них есть военные успехи тактические Но вообще-то это пиар-война Они только что на границе с Курской области Положили две бронегруппы Ради чего? Ради создания благоприятного информационного фона Для визита Блинкина и Остин Там народу убито немерено Там танков потеряно немерено Да даже не по их масштабам А вообще по масштабам любого общего войскового боя Я фотки посмотрел, но вы меня извините Либо мы ведем кампанию по реальной деноцификации Вот здесь военная чисто кампания Да, мы решаем военную задачу Вот у нас, значит, опорный пункт в деревне Ну, хлопс и нет этой деревни Вместе с жителями были там живые Даже не то, что вместе с жителями А были там жители мирные Не было, это никого не интересует Вот американцев это вообще не интересует У них поставлена военная цель, они ее решают Мы ведем кампанию, которая при всех издержках того, что мы делали Остается кампанией, да, связанной с решением политических задач Деноцификация – это задача не военная Демилитаризация – это задача военная Но это средство деноцификации И мы ведем политическую кампанию Но она ни в коем случае не должна вестись из пиар-нужд Потому что самое простое, что сейчас можно сделать Это что-то отбомбить Не важно, кстати говоря, чего Вот самое интересное, вот американцы И опыт американских локальных войн Между прочим, начиная от войны против Сербии Когда НАТО операцию проводило против Сербии И кончая, кстати говоря, вот сирийской историей Это бомбить хоть что-то Главное, чтобы картинка была А, кстати, как нам доказал господин Трамп Там в одной истории А можно даже не бомбить Можно показать пуски ракет Да? Либо мы решаем реальные военные задачи Которые ведут к достижению реальной политической задачи А, да, конечно, надо поэмоционировать Но не надо свое эмоционирование Делать достоянием общественности Так? Вот не надо Давайте, я тоже Поверьте мне Я эмоционирую Уважаемые коллеги Не хуже вас А в некоторых случаях Даже лучше Да? Но, честно Вот я Вы знаете, я про себя Всегда говорю правду Мне не верят Так? Ну и, кстати, и хорошо, что не верят Так? Но мы все Мы все примерно одинаковые Так? У нас есть наши замечательные Вот Очень важные, кстати говоря Для нас в социоэтническо-религиозном плане Компоненты Это вот наши, знаете Буддисты такие Вот они вот поспокойнее, чем мы Так? А мы все одинаковые Поэтому давайте эмоционировать в частном порядке Это первое, что я хочу сказать Второе Ну давайте тоже честно скажем У нас редко, что получается Прям вот сходу Прям вот-вот Ну давайте вот только честно Вот, знаете, я все время читаю Я предпочитаю читать критиков Того, что происходит Вообще Вот они все критикуют У них все плохо Так? Не ссорились с Западом Плохо Ссоримся с Западом Плохо Значит Они только что требовали перевести в евро Да? Все золотовалютные запасы Перевели У нас их отняли Сейчас они требуют перевести все в юане Да, ну смешные ребята Но вот бывает Вот я их читаю Потому что Читать людей, которые Ну как бы Что называется Критикуют умеренно Иногда оно бывает Тоже важно Но не очень интересно А вот критиков читать очень интересно Кстати говоря, я читаю очень интересно Украинские некоторые паблики Там тоже очень забавно все Очень забавно Так? Вот Так я вам скажу Что даже очень большие критики Начинают признавать Что в нашей компании появилась Не просто военная Она всегда была военная Так? Что бы там кто ни говорил А в нашей политике появилась Геоэкономическая логика То есть это компания Осмысленная Это не компания Ради того, чтобы выбить Нацистов из очередного населенного пункта Это компания для того, чтобы решить Геоэкономические задачи И России И Евразии в целом И создать условия для того, чтобы Украинский народ Так Смог действительно сказать А чего он-то хочет Вот мне, кстати говоря, жутко возмущает Когда у нас кто-то пишет Знаете, такие вот очень Патриотические Блохеры Так? Значит, они вот пишут А как так? Когда у нас Начальство наше скажет Что судьбу Украины Должен решать Украинский народ И тут такое вот эти Буря возмущения Как? Ребят, а кто ее должен решать? Кто решает судьбу России Как государству? Ну, национальный, по-моему, народ Российской Федерации Кто решает судьбу? Кто должен решать судьбу Украины? Ну, кто, кроме украинского народа Может решить судьбу Украины? Но если Украина решила самоубийца Но это должен решить Ни Блинкин, ни Остин Не простите за грубое русское слово Президент Польши Дуда Это одно слово Так? Вот Это должен решать украинский народ Но ему надо показать альтернативу Вот все, что мы сейчас делаем Мы показываем украинскому народу альтернативу И что-то мне подсказывает Но, Дмитрий Евгеньевич Вы, собственно говоря Украину знаете лучше Я как бы в свое время Это было очень много Это было 30 лет назад Я от Украины отстранился Так? Вот Вы это знаете, конечно, много лучше, чем я Но, по-моему, очень значительной части Если не больше Украинского народа Нравится та альтернатива Которую мы показываем Если судить по Мелитополю Если судить по, извините, Херсону Если следить по Бердянску Там по насчет тоже скакали А потом посмотрели А что скакать-то? А что скакать? И говорят, куда скакать? А я вам сейчас жуткую вещь скажу Вот ровно все то же самое Да? Будет в Запорожье Будет в Кривом Роге Да еще много где будет В Николаеве так же будет Так? Мы показываем альтернативу Но решать должен Исключительно Украинский народ И как он решит? Как будет? Захочет там Таврическую губернию? Ну а что? Кто мы, чтобы Противостоять воле Украинского народа? Захочет Там Таврическую народную республику? Захочет Малороссию? Пожалуйста Да? Ну вот Ну они же захотели себе КВНщика Ну да Только есть нюанс Только есть нюанс За любой свой выбор Это, кстати, нас тоже касается Надо нести ответственность Любой свой выбор Надо нести ответственность И вторым элементом Свободы выбора При наличии альтернативы Для любой страны Для любой освобожденной территории Является ответственность Но если уж вы выбрали Все Ребят Работайте в этом направлении Не открещивайтесь А то я что-то смотрю Я же, вы знаете Я Эти всякую аналитику читаю мало Смотрю видеофрагменты Как Кто в плен попадешь Он исколот Как синяк Там С зоны 30 лет Ну только, конечно Эти нациковские Всякие зиги-зиги Да А повар Или плотник Да Самая страшная водитель Сам Да Самая мощная Что-то я пока не Пока Крайне мало Артиллеристов И по-моему Ни одного Ни снайпера Ни ракет Танкисты Вообще Какая-то редкость Кто ж там На танках-то ездил А это Принцип Безответственности Да Когда ты пошел Чуть-чуть Баблишко Срубить В АТО А потом Страшно стало А потом Вдруг Тебя Птур попал И башню На Один случай есть Метров на 80 Башню оторвало У Т-64 Этого знаменитого Харьковского танка Слава тебе Господи Что Нашлись В Советском Союзе Умные люди Которые не сделали Его единственным Да Вот И сразу Стало страшно И сразу И сразу Ты стал поваром Ух ты А что Так можно было Это первое Что я хочу сказать Как говорится Непрофильно И второе Что я хочу сказать Непрофильно Я Вы знаете Вы знаете Мои нежные чувства К Марии Липен Да Я вообще Люблю бизнес проекты Семейные Они передаются От отца К дочери От дочери К внуку Или внучке Ну как они там решат И я вас уверяю Что и ваши дети И мой сын Они еще лет Через 20 Будут смотреть Как очередная Какая-нибудь Липениха Или Липенчик Выйдут во второй тур И там успешно Кому-нибудь Продуют Мы не сговаривали Профессор Самое смешное У меня Оля Свидетель Она сейчас Под присягой Она всего свидетель Она засвидетельствует Но в начале Своего первого шага Я часа Простите Оговорился Я буквально дословно Я буквально дословно Вот это вот сказал Я не слышал Я понимаю что вы не слышали Я проспал Я понимаю что вы не слышали Я просто К тому что Вывод и формулировка У нас была абсолютно Тождественна А вот по первой части Я просто От себя Сейчас секунду Я не закончу Прошу прошу Замолчал Прошу вас Но Даже этот Кукольный персонаж Получает Получает Почти 42% Это при том Что ее отсекли От всех СМИ Что ее мочили Как угодно Что на нее Оказывалось Политическое давление А вот что это Если не раскол Это не в нашу пользу Раскол Вот там Ооо Пророссий Какие пророссийские Сил Ну о чем Никаких пророссийских сил Во Франции нет И кстати Никогда не было В действительности Да Но Это же Какой раскол Европы Это же Раскол Европы На конкурирующие Лоббистские группы Которые Сошлись В абсолютно Непримиримой Схватке За остатки Бабла Чем меньше Бабла В Европе Чем меньше Это Я сейчас культурно Выскажусь Я пока еще Профессор Вот Чем меньше Инвестиционного Потенциала В Европе Тем Более Непримиримой Будет борьба Вот этих Вот Неполитических А именно Лоббиско-финансовых Группировок Все Вот это все Что я хотел Пока сказать Из непрофильного Да Но вот Из того Что вы начали Я кстати Вернусь К нашим Многолетним С вами Обсуждениям Вот Потому что Когда Так сказать Надо искать Или Проверять Почву под ногами Надо обращаться К истории В том числе И своей Прежде всего Вот И Мои собственные Размышления И с моими коллегами И в частности Размышления С уважаемым Дмитрием Геннадьевичем Ястафьевым На протяжении Последних Там Шести Наверное Лет Да Мы занимаемся Совместными Размышлениями Так вот Я хочу напомнить Всей нашей аудитории Следующее Что мы Говорили Честно Вам говорили Что Избежать Разборки С силовой Компонентой Не удастся Что Это будет Разборка Между нами И так называемым Цивилизованным Миром Что Будет Выбрано В качестве Прокси Силы Было до конца Не очевидно Но Украина Лидировала На первом месте В этой позиции Хотя Запятую Поставлю Здесь У меня Было Подозрение Что Украина Для них Был Очень Ценный Актив И Жертвовать Его Так Они Не Собирались А собирались Нас Поджечь Более Ну что Называется Эконом Вариантом Через Центральную Азию Вот здесь У меня Были Колебания Да Но Теперь Уже Можно Сказать Глядя Например Глядя Вот Профессор И я Так сказать Рядом С ним Сидя В наших Креслах Со Со всей ответственностью Я думаю Дмитрий Геннадьевич Присоединится Можно Сказать Что Глядя На Группировку В Донбассе Ее Вооруженность Подготовленность И Мобилизованность Вот Удар По Донбассу И Создание Ситуации В которой Мы должны Будем Откатиться За Своей Границе Вот Был Абсолютно Точно Спланирован Он Готовился Вот Мой товарищ Ахра Камбат В Донбассе Считает Что это был вопрос Часов Или дней Ну я Я не знаю Мне трудно сказать Часов или дней Может быть Недель Но точно Не месяца Точно Не месяца Это был вопрос Вопрос дней Вот И То что это Произойдет Мы говорили Как о неизбежности О неизбежности Первое Второе Я хочу напомнить Общественному мнению Вот Которое Требовало От нас Все время Решительных действий Вы кстати Тоже это Сейчас упомянули Мы их совершили И продолжаем Совершать дальше Решительные действия Не означает Безумные И нервные Это второе Что нужно Так сказать Запомнить Вот Третье Друзья мои Я не знаю Сколько будет Горячая фаза Так сказать Продолжаться В каком сценарии Но вопрос Разборки Это вопрос Лет Потому что Ну Никто Там На западе Ни свою Мировую власть Отдавать не собирается Не отказываться От стремления Нас с вами Уничтожить Вся Украина Выращивалась Единственной целью Нас с вами Уничтожить Уничтожить Абсолютно Абсолютно согласен И никакого Смысла В Украине В том виде Как вот она Создавалась Кроме Того Что она Антироссия Что это Инструмент Войны Не борьбы А именно Войны с Россией Просто нет Это все Под войну Заточено Да Вот Ну Возвращаясь Еще раз К Брянску Я вас прошу Так сказать Быть Ну Не то чтобы Спокойнее Взвешеннее Разумнее Значит Мы Утюжим Их территорию Их войска Их инфраструктурные Объекты Каждый день Каждый день Там что-то горит Даже если на В Брянске подтвердится Подтвердится версия Что это их рук дело Мы до конца Пока этого не знаем Вот Это означает Что мы Не только Не прекратим Утюжить А все перейдет Еще раз говорю В следующую фазу Эскалации Хотя может быть Мы этого не хотели Но и так и дойдем До самого предела Главное понимать Что мы не остановимся И паниковать И истерить По этому поводу Точно не будем Вот и все Вот вы посмотрите В какой сложной Сложнейшей ситуации Находится запад Вся ставка Запада Была на то Что Ну во первых Первая ставка Это на блицк регио экономический Что мы сломаемся В течении двух недель И кстати у них Было очень большое удивление Через месяц Когда выяснилось Лучше никто тут Операцию превращать Не собирается Вот пошли Всякие там Игры разные Политические Так Потому что Ну как бы Не сработал Геоэкономический Блицкрик А потом Была очень важная Ставка На географическую Максимизацию Охвата санкций Подключить Индию Заставить Полностью Китай Включиться в санкции Китай Занимает Очень Такую Знаете Сложную Позицию Но тем не менее Китай в санкции Не включился Как бы Это Не хотелось Американцам Как бы Они китайцев Не давили И как бы В Взаимодействии С США Прежде всего И В сохранении Позиции Европе Не были бы Заинтересованы Крупнейшие Китайские Компании Но помимо Крупнейших Китайских Компаний Есть компании Названия которых Мы даже Не знаем И вот им И вот им У них сейчас Открылось Окно Возможно Поэтому Китай Это сложная История Но географическое Расширение Оно не сработало Несмотря на Давление Хотя и оно Бы тоже Имело для Запада Колоссальные Последствия Потому что Географическое Расширение Зоны Санкций Приближало Глобальный Экономический Кризис В этом смысле То что Индия Не пошла В систему Санкций То что Туда не пошла Индонезия То что Потрясающе По своей По своему Значению Паса России Сделала Малайзия Вот это Надо ценить Малайзия Это государство Не очень Такое большое Не самое Сильное Но даже Оно Нам показало Что она Все понимает Руководство Малайзии Все понимает И готово Сотрудничать Не надо Требовать Чтоб они Там Значит За нас Не надо Вообще От наших Потенциальных Союзников Требовать Вывешивания На каждом доме Георгиевских Ленточек Нам нужны Молчаливые Союзники Которые Своим Молчанием Своим Молчаливым Содействием Нам разрушают Систему Но Этим Вот тоже Парадокс Глобальный Экономический Кризис Был Несколько Отложен Что Нужно Делать Нашему Коллективному Западу Но это Не смех Это не мы Придумали Пронимыться Или все Думают Что это Наша Пропаганда Пронимыться Да И проснизить Это Значит Не мойтесь Это будет Удар По Путину Но это Не мы Придумали Им надо Либо Углублять Санкции А это Страшно Потому что Все понимают Что такое Перспектива Доиндустриализации Германии Кстати Замечательную Фразу Сказал Господин Макрон Выборной Речи Какой Державой Будет Франция При втором Значит Сроке Макрона Кстати Это по-моему Какой Это первый За последние Много лет Президент Франции Который Президент Франции Который После Ширака Первый А это Было Очень Давно Вот Я еще Не был Профессор Так вот Он говорит Мы будем Великой Экологической Державой Читайте Между строк Он Внутренне Уже Допускает Деиндустриализацию Франции Но Деиндустриализация Франции Это не такая Страшная Вещь Для Европы А вот Деиндустриализация Германии Это хана И кстати Вот тут Вот с вами Поспорю Уважаемые Коллеги Уважаемой Ольге Дело не в предмет Хроши И даже не в Мерседес Это нам Все показывали Этот Бундешафт Машин Мерседес Фольксваген Основой Всего Что у них Есть Это две Вещи В Германии Это Химия Причем Высочайшего Ура И это Энергетическое Машиностроение Химия Ну считайте Что химии К концу года В Германии Не будет Концерн БАС Стоит на грани Банкротства А второе Энергетическое Машиностроение И так находилось В дикой Конкуренции С британцами Роуз-ройс Так И С американцами Ну и что Американцы Сейчас красиво Снимают С доски Вот это Замечательная Германская Энергетическая Машиностроение Упрост не будет А дальше А дальше Вопрос Во что Превращается Во что Превращается Европа Все очень просто Она превращается В музей С элементами Дегустации Вина Сурох Крупнейший Экологический Союз Конечно Это Парадигма Которую Очень Неслучайный Для европейской Политики Человек По имени Макрон Начнет Сейчас Продвигать Ну во первых Мы так должны Честно Посмотреть На это Издаля Со своей Голубятни И сказать А нам Вон оно Надо Вот нам Надо Стратегическое Партнерство С Залом Для дегустации Вина Сыров У нас Он свои Вы знаете Вот Кстати говоря К вопросу О том Что дорогу Оселит Идущий Я помню Главный Один из Таких Знаете Главный Обывательский Крик Образца 14-го Года По отношению К Вот после Воссоединения С Крым Там Санкции Мы все умрем У нас не будет сыра Прошло 8 лет Вот вы меня извините У нас много проблем У нас проблемы Там С какими-то Садушками У нас Значит С этим проблемы Тут значит Нам эту Туалетную бумагу Отрубили Да Но вот с чем У нас точно Нет проблем Это с сыром Он есть Любой На любые деньги На любой вкус Вот что хочешь есть Дорогу осилит Идущий Ну отрезали вам Какие-то вещи Это надо просто Сделать И все Мы все В действительности Можем Но Вопрос заключается В том Что Европа Вообще коллективный Запад И Америка Тоже Дошли До определенного Предела Качественного Углубления Санкций А Географическое Расширение Санкций У них Не вышло Это уже понятно Там уже истерика Да Особенно Кстати Заметьте Что самая Большая истерика Была не по поводу Китая Так они были Видимо внутренне готовы А по поводу Индии И теперь вопрос Ну и что ребятам делать А вот теперь Мы возвращаемся К тому Что главный Инструментарий Борьбы с Россией Разрушения России Это разрушение России изнутри Разрушение Общественного Консенсуса Вброс Разного рода Тем Вы меня извините Я не буду Только вот Фактуру Я ее Не хочу Озвучивать Я вам могу сказать Что за последние Две недели Я лично Вижу Три Три За две недели Это очень много Вброшенных Управляемых Извне Негативных Информационных Компаний Направленных Против нашей Армии Да Против нашей Политической Системы Да Против Общественного Согласия Три Три Я когда-нибудь Про них Напишу Я не хочу Просто сейчас Называть Чтобы привлекать Внимание Они Разноплановые Но технологии Их Вброса Были Одинаковые Технологии Управления Были Одинаковые Технологии Натравливания Одних На других Были Одинаковые И некоторые Персонажи К сожалению Тоже Были Одинаковые Они Начинают Переносить Запад Они понимают Что на фронте Они обречены Вы знаете Там эти Кстати говоря Это понимают Очень многие Бывшие Украинские СССР У них там Перемога Под Херсоном Вторая Перемога Под Херсоном Третья Перемога Под Херсоном Роем окопы Под Николаевым Вот это Замечательно Да То есть Перемога Прям Вот возьмут Вот на днях Берем Херсон Обратно Отбиваем Да Бэмс Значит Уже Фронт Под Николаевым У них Это тоже Есть И кстати Говорю Я тогда Помните Говорил По моему Вы были Тоже Что Вот это Вот решение Президента Верховного Главнокомандующего Даже в данном Случа Не президента А именно Верховного Главнокомандующего О том Чтобы не штурмовать Вот эти Подземелья Азова Да Это очень правильно Потому что Надо посмотреть Что вот эти Вот киборги Будут петь Из этих Подземелья И не прошло И нескольких дней Я то думал Они неделю Там героически Продержатся Они Пяти дней Не продержались На четвертый день Пошли Вопли и сопли Которые Транслируются На весь мир Это очень Правильное Решение Это очень Правильная Демонстрация Абсолютно Предательского Не Античеловеческого В действительности Характера Режима Зеленского Они все Понимают Они понимают Что на фронте Они обречены Они на фронте Там сколько Этих Байрактаров Не поставляя Дживелинов Не поставляя Все равно Обречены Да Нам будет Труднее И с этим Надо В действительности Думать Тонкими Методами Эффективными А не Вот это Вот Имени Кувалды Шульца Раздолбил Все Кроме Фарфоровой Статуэтки Собственно О которой И была речь Очень надо Тонкими Методами Здесь Работать Нам Потом Там еще Нам там Потом еще Все обустраивать Ну так Между нами Но У них Единственный Шанс Это Разрушить Разрушить Консенсус Разрушить Поддержку Верховного Главнокомандующего Учинить Смуту Здесь И действуют Они Крайне Агрессивно Крайне Жестко И действуют Они В рамках Своей Технологии Кокона Вранья Что такое Кокон Вранья Это Освобождение От каких Либо Сдержек От каких Либо Ну что называется Вы можете Действовать Вообще Без связи С реальностью Вы можете Врать Неограниченно С учетом Того Сколько У нас Здесь В разного Рода Образовательных Учреждениях Культурных Учреждениях Я образно Скажу Бандеровских Сухронов Закладов Это Может быть Довольно Болезненно Это Может быть Гораздо Болезннее Чем мы Думаем Но Точно Нужно Понимать Что Любое Наше Истерение Особенно Публичное Это Помощь Врагу Ну хотя Б Подождите День Через На следующий День Все Как правило Выясняется Что Все Совсем Не Так Эмоциональная Реакция Эмоционально Негативная Реакция Это Помощь Нашему Врагу Участие В его Информационных Компаниях Даже Невольное Даже Из лучших Побуждений Это Помощь Врагу Это Выстрел В спину Нашим Солдатам У них Должен быть Абсолютно Надежный Тыл А с Геоэкономикой Мы Разберемся С Геоэкономикой Такие Вещи Происходят Началась Началась Цепочка Дефолтов С Малого А первым Дефолтом Мы его даже не заметили Первым Дефолтом Был Ливан Мы про него Даже не узнали Он у нас был Знаете На 25 странице Газеты Что ливанское Правительство Заявило Что денег нет В Ливане Денег нет Всю гражданскую Войну Представьте Семь Семь четвертого Года Воевали Двадцать лет Деньги были А сейчас Блин Нет Потом Шри-Ланка Побольше Государств Сейчас В Пакистане Пакистан На грани Дефолта Это же Что Это цепочка Дефолтов Которые Один Нанизывается На другой Мир Идет Несмотря На все усилия Разумных Людей В том числе В американской Элите Удержать Глобальную Финансовую Систему От дефолта Он туда Идет И не надо Ей мешать У нас уже Все Оттуда идет И не надо Ей мешать У нас уже Все Отняли Все Что могли Отнять У нас Уже Отняли Нам теряем Мы Нормально Мы Светлое Будущее Идем С херсонскими Арбузами Гораздо Ценнее Всех Конфискованных Дриллиардов Долларов Вот это Мое Оценочное Суждение Меня Можно Бросать Так Вот Примерно Что Я хотел Обозначить В это Понедельничное Утро Ну В целом Обозначили Профессор И даже Я Не знаю Можно ли Чему-то Здесь Возразить Точнее Возразить То здесь Нечему Вот так Бы я Сказал Вот Ну а Конечно Я смотрю На то Что там В западных Демократиях Происходит Вот The Mirror Там Посмотрите Статейку Сегодняшнюю Очень Очень Любопытная Статейка Готовится К смерти Вот Буквально Кстати Буквально Там где Больше 50% Населения Не смогут Свои счета Это не метафора То что я сейчас Сказал The Mirror Буквально Обсуждает Что Вот эти вот Все санкции И все что происходит В экономике Великой Британии Может привести К катастрофической Смертности По населению Потому что Людям нечего Греться Нечего есть Выяснилось Что в процветающей Демократии Большой процент Семей Ограничивает Себя В питании В том смысле Что не все Члены семьи Могут Одинаково Питаться Каждый десятый Человек Должен выбирать Между отоплением Своего дома Или обходиться Без еды Каждый десятый Человек Для Британии Это очень много Это больше Ну это миллионы Да А вообще Это ладно Сейчас уже тепло Будет Относительно А вот страшной Будет зима Осень и зима С 22 на 23 год И в этом смысле Мы вернемся к тому Что они бежали Спринт А вот нам надо бежать Марафон Сейчас слушатели Радиостанции Вести ФМУ Идут на новости Начало часа У нас будет еще Три минуты Формула смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян С Дмитрием Куликовым С Дмитрием Куликовым